Слава Господу, братья и сестры! Сегодня, друзья, действительно хороший есть день. Я с утра проснулся и так в молитве сегодня вспоминал и благодарил Господа за эту страну. Я не знаю почему, но я благодарил Господа за эту страну. Вот смотрите, друзья, мои родители страну эту не строили, ни инфраструктуру, ни коммуникации, ни влаживали в фарминг, фермерство, ни вспахивали землю эту, ни приводили irrigation systems, поливы. И мои дедушки и бабушки также не жили на этой земле. Я вот просто себе, так знаете, в голове вот все это прокручивал, думаю, а мы просто приехали. Страна эта нас приняла, открыла двери, дали возможность жить, дали возможность зарабатывать, дали возможность свободно собираться, не преследуя, не гоня, не сажая в тюрьмы нас. Я просто думаю, не есть ли это величайшее Божие благословение в нашей жизни? Давайте скажем, слава Господу! Слава Богу! И некоторые из вас, ни одного дня не работая здесь, получили пенсию. За что? Кто-то на эту пенсию работал, а мы пришли, просто получили. За что? Вы знаете, друзья, все это оценивая, все это понимая, все это принимая, хочется быть открытым для Господа и словами благодарения приходить пред великим именем Его. Сегодня у нас немножко людей, пастор Константин поехал в посещение, его пригласили на праздник Жатвы, и некоторые из присутствующих или не присутствующих здесь также поехали в посещение, но, несмотря на все это, мы имеем хорошее и благоприятное время прийти и поклониться нашему Господу Иисусу Христу. Я хотел бы поделиться одним таким интересным словом, про одного царя. Мы знаем про Саула, хорошо мы знаем жизнь Саула, мы знаем хорошо жизнь Давида, нам известно хорошо жизнь пророков, но есть один такой царь, имя ему Иосафат. Если посмотреть на жизнь Иосафата, его жизнь была вполне преданная Господу. Да, может быть, какие-то были перекосы в жизни по воспитанию детей, но он персонально сам, он был преданный Господу. И я хотел бы просто посмотреть на его, на этого библейского героя, как бы сказать, героя веры, и как он в жизни поступил из одной такой, может быть, проблемой или испытанием в его жизнь, как он отреагировал на это, какой подход его был к этой ситуации. Я назвал тему «Сила, славословие и послушание». «Сила, славословие и послушание». Что за этим стоит, за славословием и послушанием нашему Господу? Давайте в Писании мы откроем все вместе двадцатую главу и быстро ей прочтем, и потом некоторые комментарии или мнения скажу по этому поводу. Двадцатая глава, второе. Паралепоминон, после сего, Моавитяне и Аманитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии». И вот они в Хацацон, в Фамаре, то есть в Энгеде. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа. И объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли, они умолят Господа. И стал Иосафат в собрании Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором. И сказал, «Господи Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего, Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? И они поселились на ней и построили тебе, на ней святилищего имя твое, говоря, если придет на нас бедствие меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом Сим и пред лицом твоим, ибо имя твое в доме сем, и возовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь». И ныне вот аммонитяне и мавитяне и обитатели Гориси Ира через земли, которые ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам. «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозеила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеила, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господен среди собрания. И сказал он, «Слушайте все иудеи, и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, вот они сходят на возвышенность циц, и вы найдете их на конце долины пред пустынею Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте, и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых, из сынов Кореевых, хвалить Господа, Бога Израилева, глазом весьма громким. И встали они раном утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, и верьте пророкам Его, и будет успех вам. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили, Славьте Господа, ибо век милость Его. И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами и мавитянами, обитателями Горисеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и мавитяне и обитатели Горисеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосопат, и народ его забрали добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести, и три дня они забирали добычу, так велика была она. Вот до этого места. Друзья, такая интересная история, читая, знаете, как будто такой, знаете, драматический такой, вот, такое событие, и удивляешься, насколько величественный, чудесный и сильный наш Господь Саваоф. Слава Ему! Аллилуйя! Я, друзья, вижу в этом урывке, когда мы прочитали, я вижу, какой подход Иософата был к этой проблеме. Он не пошел нанимать египтян, Он не пошел нанимать жителей Месопотамии или еще каких-то других, Он не обратился за помощью к человеку. Но Писание говорит, что 6 стишка и сказал Иософат собрал иудеев и пошел в дом Господен и сказал Господи Божий Отцов Наших не Ты ли Бог Небес? Взгляни на нас. И Он молился, мы, я читаю, как Он молился, Ты Бог наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великое. Иософат в тяжелейший момент в своих жизни и правления своего поднял свои очи к небу Господу Богу Авраама Исаака и Якова. И сказал Господи у меня нет силы, в народа Твоего нет силы, у нас нету потенциала выступить против множества Маваицкого и Аммонитского. Какой подход хороший, какой подход мужественный, какой подход правильный в тяжелейшей ситуации, в которой оказался царство Иософата тогда и он объявил пост и все собрались множество и искали помощи у Господа Бога. И смотрите, когда они обратились к Господу, Господь там написано побуждает, я прочитаю, и побуждает Левита из сынов Асафовых, имя ему Иозеил, наполняет его Духом Святым и идет слово от Господа, идет подбодрение или совет от Господа для Иософата. Друзья, дорогие, а если бы он обратился человеку за помощью, или понаделся на свое войско, или понаделся на оружие, пришел ли бы совет от Господа для него? Я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Но так как он смирился, понаделся на великого Бога, имя, про которого мы было ему Яхве, идет совет от Господа. И Господь, смотрите, говорит, я такие выписал себе, 15 стишок, 17 и 18 стишок, смотрите, какие чудеснейшие слова Господь говорит через Свою пророка. И сказал Он, слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иософат. Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, и там идет дальше совет, и написано 17 стих, скажи, не вам сражаться на сей раз. Не вам сражаться на сей раз. Друзья, дорогие, не бывает ли в нашей жизни мы так хотим сражаться за себя. Мы так хотим кому-то так выпалить, сказать. Мы так хотим постоять за себя. Мы так хотим отстоять свою правоту и свою какую-то, знаете, правду, свою правду, не Божью, свою правду. Мы так хотим в нашей жизни не часто воздать, если не делом, так словом это точно, словом воздать, так зацепить, чтобы он знал в следующий раз или она. Друзья дорогие, Писание говорит нам в другом месте не воздавайте злом за злом или ругательство за ругательство. Писание нас поощряет предайте в руки Божьи, не мстите за себя возлюбленным, но дайте что? Место гневу Божию. Друзья, для меня вот это такой урок преподанный, для меня это слова, которые просто строят мою духовную жизнь, мою духовного человека, как хочется в жизни, чтобы не за себя мстить, не за себя знаете отвечать, не за себя стоять, что я вот такой знаете, я все-таки добьюсь, а может быть кто-то знаете, я же старше, а где почтение ко мне? Вы должны уважать, знаете, мы хотим знаете, так вот превозноситься иногда перед другим, а Христос, Бог наш часто говорит, придай все в руки мои, как он тогда говорил Иосафату, говорит, Иосафат, ты не будешь сражаться на сей раз, ты выступи, нет проблем, ты выходи, ты бери с собою все, что нужно, так как армия, но, скажи, ты просто стой и смотри, друзья, вы видели какую-то армию, ну, неприятно говорит, пройти войны, пройти между усобицы, знаете, эти баталии, которые часто, но вы видели какую-то армию, которая выйдет, станет просто и смотрит, вы видели такую когда-то армию? Или не роют окопы какие-то, ставлят защитные устройства, как-то они маскируются, как-то, как-то, а здесь какой-то парадокс, Иосафат, ты поступай по-детски, просто по-детски, а что такое по-детски, просто доверься Богу, ты выходи и просто смотри, я такой армии не видел, а в Старом Завете есть была такая армия, на тот момент, скажи, выходи и смотри, ну, кажется, глупо, ну, как выходить и смотреть, скажи, но ты выходи и смотри и ты будешь видеть, как я буду сражаться за вас, на этот раз ты сражаться не будешь, я буду сражаться за тебя, дорогой друг, Иисус Христос на Голгофе сражался за тебя, слава ему, аллилуйя, Иисус Христос сражался за жизнь твою, Иисус Христос сражался за твое потомство, Иисус Христос сражался за твое спасение, да будет имя Бога благословенно, аллилуйя, Было время, когда за тебя кто-то сражался. И Писание говорит, что Он победил, забрал ключи ада и смерти. Какой прекрасный наш Иисус Христос. Если бы мы сражались тогда за себя, мы проиграли бы. Адам проиграл, Ева проиграла, и мы проиграли бы. Но так как Иисус Христос за нас сражался, тогда мы стали победителями в Иисусе Христе, потому что Он победил, и я благодарю моего Господа, что Он сражался за нас. И Иосифат, третий пункт, он принял эти слова верою. И смотрите, друзья, когда он принял эти слова верою, стих 18 говорится, смотрите, после того, как они услышали Слово Божие, 18 стих говорит нам следующее. И преклонился Иосифат лицом до земли. И все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И выступили, и встали они рано утром, и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступали, встал Иосифат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу, верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам. И совещали с ними с народом, и поставили певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, воспевая впереди, впереди вооруженных, славословили и говорили, славьте Господа, ибо век милость Его. Друзья дорогие, какой, кажется, ну немудрый подход с человеческой точки зрения, с военной точки зрения, какой немудрый подход. Кто ставит певцов с гитарами, знаете, с трубами, с барабанами, кто ставит? Идет самая сильная армия. Потом, знаете, и еще другое, это военная, для меня эра, это чуждая, и я не сильно понимаю, разбираюсь. Но, видя по этой ситуации, кажется, ну кто ставит? Кто ставит? Но Иосифат поставил, кажется, а за что вы славили Господа? За что вы Его воспевали? За что вы славословили своими устами и играли на инструментах? За что? Вера. Они верою приняли уже победу, и тогда они уже, в то время, они уже приняли победу, и в то время они уже славили и благодарили своего Спасителя. Слава Ему! Слава Ему! Потому что, если бы они не поверили, никто не шел бы и не благодарил бы. А так, смотрите, какая есть сила славословия и послушания взята вместе. И я тему назвал «Сила славословия». Они уже благодарили. И сейчас в нашей жизни мы не видим развязку какой-то проблемы, какой-то нужде, какой-то ситуации. для наших глаз это закрыто. Мы не видим. Нам кажется, что нас люди не понимают. Нам кажется, что весь ад ополчился вокруг нас. Нам кажется, что все против меня, родные, близкие, друзья, знакомые, все против меня. мы не видим развязки. Но я вижу в этой ситуации народ Израиля и Ассофат. Они физическими глазами не видели развязки. Физически войны еще не было. Победы еще и близко не было. Физически. Но они, принимая слово верою, получая ободрение от Господа, стали воспевать, восклицать и благодарить Иисуса, Бога Великого. Слава Ему! Я говорю, почему Иисуса? Бог все во всем. Бог все во всем. Начали благодарить. И потому что они это приняли верою и начали славословить и благодарить уже за победу, которая будет еще, может быть, через день, через полчаса, через час. Они уже начали благодарить. И мы видим, дальше я уже прочитывать не буду, мы видим, как Господь сделал большую победу для них в тот момент. И четвертое, что я хотел подчеркнуть, действие Бога. Какое было действие Бога? Но от нас Господь ожидает действия перед тем, как Он сделает свою работу, свое действие, какое это бы не было, или помощь, или исцеление, или поддержка, или укрепление, или благословение. И Иисус, Бог наш, ожидает действия от меня. Он не будет действовать до тех пор, пока я не начну действовать в своей жизни. Писание говорит, сближься с Ним. Я должен сблизиться и будешь спокойный, за это придет добро. Писание говорит, приди ко мне. Писание говорит, приходящего ко мне нужно действие от нас, перед тем, как мы увидим действие Иисуса Христа в нашей жизни. Я хотел бы еще пройтись по этих четыре пункта. Подход к проблеме Иосифата. Подход, какой его был? Пост, молитва, надежда на Господа. Все склонились перед великим Богом. Второе, после этого мы видим, что идет совет на небе, и идет совет с неба. Пророк дает совет. Третье, как я вижу, это они приняли это слово верою и внедрили это слово в свою жизнь. Как я уже говорил, выступили славословием, ободрились, подкрепились, и все они сделали по слову Бога. Выступили, смотрели. И четвертое, это уже мой конклужин, четвертое, это пришло действие от Бога. Поп начал действовать. Вот такой, друзья, был интереснейший момент в жизни Иосифата. Я просто себе читал, и мне пришло вот такое на память или такое побуждение просто поделиться этой мыслью вместе с вами или для вас. Какое мое действие, какие мои подходы в жизни. славлю я Бога, благодарю ли я Господа перед тем, как я увижу физическими глазами какую-то развязку. Или я жду, когда что, я только благодарить Богу, когда я увижу или услышу. Друзья, я вижу, что израильский народ благодарил Господа и словословил, когда он ничего не видел еще, никаких действий не было. И я вижу, что Бог начал действовать. Если вы хотите, чтобы Бог действовал в твоей жизни, в моей жизни, начни действовать уже. Принимай веру и слово от Бога. Прекляйся перед Господом, не бойся. Слава слову имя Его. Благодари, превозноси Его святое имя. И ты тогда увидишь действие Бога в своей жизни. И тогда ты увидишь действие Бога в своей жизни. Если мы хотим видеть действие, давайте нам начинать действовать. Я не говорю перед Богом бежать что-то там, знаете, решать. Нет. Вы услышали какое действие? Да поможет нам Господь, друзья дорогие, взять вот с этого, что мы прочитали, с Иосафата, это прекраснейший царь был. И он действовал так в своей жизни и имел большущий успех. Большущий успех. Я хотел бы, друзья, в этой молитве сейчас помолиться, поблагодарить Господа, что Он посылает нам свою руку помощи, Он дает нам возможность приходить к Нему, что Его сегодня руки открыты, Его сегодня карман, карман, я так говорю по-человечески, карман нашего Господа, Он открытый для нас, финансово благословить тебе. Руки Его простерты сегодня, и исцеляющая рука, и кровь Его, и раны Его, ранами Его исцелились, сегодня открыты и простерты к тебе. Разве это не большое благословение? Разве это не милость Бога? Аллилуйя, слава Ему! Если бы не Господь, я не хотел бы жить, я не хотел бы жить на этой земле без Господа, бессмысленно, бесцельно, тускло, в этой жизни было бы без нашего Господа Иисуса Христа. А так мы все имеем. Я хочу Его благодарить сегодня и также помолиться за наших деток, которые пойдут в воскресную школу.